Накануне в Кирове отметили День памяти Владимира Ильича Ленина. По традиции состоялась церемония возложения цветов к памятнику вождя на Театральной площади. Подробности у Михаила Конышева. К 91-й годовщине смерти Владимира Ленина российская президентская библиотека открыла на своем сайте доступ к уникальной киносъемке, на кадрах которой запечатлены похороны основателя советского государства. На видео можно увидеть скорбящую Москву, бесконечный поток людей, красноармейцев в почетном карауле, а также траурную процессию во главе с секретарем ЦК ВКПБ Вячеславом Молотовым. Сегодня в День памяти Ильича на Театральной площади областного центра собрались кировчане, чтобы возложить цветы к памятнику, вспомнить вождя мирового пролетариата и то, что он сделал для истории. Заветные мысли всего человечества о справедливом обществе, о справедливом будущем, они всегда теребили умы, всегда волновали людей. А Ленин сделал эти мысли действительностью. Конечно, он был не один, он был в оклаве своих единомышленников. Имя Ленина сегодня до сих пор носит одна из улиц областного центра. На центральной площади города с 1970 года стоит памятник. И даже орден Ленина, который в 59-м году Кировская область получила за успехи в развитии животноводства, можно до сих пор увидеть на фасаде здания областного правительства. Для вас Владимир Ильич Ленин, это прежде всего кто? И кем он остался для вас? Для меня как был, так и остался великий мыслитель 20 века. Никто так не мыслит, как Владимир Ильич Ленин. Ленин скончался, когда ему было 53 года. Его тело было забальзамировано и выставлено в специально построенном на Красной площади мавзолее. Там оно находится по сей день, несмотря на неоднократные призывы представителей общественности похоронить вождя пролетариата, как обычного человека. Михаил Конышев, Сергей Щекин. Вести. Кировская область.